МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предстать перед избирателями на референдуме по своей отставке не сможет. Судьи отклонили ходатайство адвоката в Киртуак освободить его из-под стражи и продлили ему срок домашнего ареста. В 2015-м случае с Илоном Шором судьи поступили совсем иначе. Должность главы НЦБК будет вакантной две недели. 25 октября истекает мандат Виорела Китрару, а парламент должен объявить о начале публичного конкурса. Встретились в пятый раз за год. Президенты Молдовы и России обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Очередной удар. Европейский союз решил сократить программу поддержки реформ в области юстиции в Молдове. Тем самым правительство Павла Филиппа упустило 28 миллионов евро, обещанных Евросоюзом. Недели ранее группа европарламентариев разработала проект-резолюция по Молдове, в которой говорится о необходимости временно прекратить финансирование нашей страны. По меньшей мере, до выяснения всех обстоятельств внесения поправок в избирательную систему. В Министерстве юстиции признали, что условия ЕС выполнить не удалось, а упущенные деньги придется покрыть из государственного бюджета. В пресс-релизе делегации Евросоюза в Молдове сообщается, что ЕС внимательно следил за процессом внедрения реформ и отметил, что молдавские власти проявили недостаточную проверженность реформированию сектора юстиции в 2014-2015 годах. При неудовлетворительном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате прогресса было недостаточно. При этих обстоятельствах Европейский Союз решил прекратить предоставление обещанных 28 миллионов евро. Министр юстиции признал, что некоторые обязательства выполнить не удалось. По словам министра, прекращение финансирования может затруднить внедрение реформы в дальнейшем. В силу того, что были задействованы государственные деньги. Несмотря на то, что за последнее время имена нескольких высокопоставленных чиновников фигурировали в громких уголовных делах, похоже, что борьба с коррупцией в Молдове неубедительна для Европейского Союза. На прошлой неделе группа Европарламентариев разработала проект резолюции по Молдове, в который говорится о необходимости временно прекратить финансирование нашей страны. В документе выражается резкая критика в адрес молдавских властей и обеспокоенность в связи с концентрацией власти в руках олигархических элементов. Я могу сказать, что номер плынеров в этот период есть гораздо маленький, чем номер плынеров в период коммунистской. Несколько дней назад премьер-министр Павел Филипп подтвердил, что обещанные в разы везем 100 миллионов не поступят в Молдову до конца года. Суд сектора Буюкана лишил сегодня Дарина Киртуака возможности предстать перед избирателями, чтобы защитить свою должность примара на референдуме этой осенью. Хотя ранее, в 2015-м, тот же суд освободил из-под ареста Илона Шора, чтобы тот смог участвовать в предвыборной агитации в качестве кандидата в примары Аргеева. Несмотря на то, что адвокат отстраненного от должности ген-примара Кишинева запросил освободить из-под стражи своего клиента, сославшись на предстоящий плебисцит, судья отклонил ходатайство и продлил Киртуак из срок домашнего ареста еще на 30 суток. Адвокат Дарина Киртуака теперь готовит документы в Европейский суд по правам человека. Адвокат Дарина Киртуакова Прокурор, в свою очередь утверждает, что ничего не нарушал и пояснил, почему не стоит отменять домашний арест. Дарина Киртуака обвиняет в злоупотреблении служебным положением в деле о платных парковках, а также в нанесении ущерба муниципальному бюджету почти на 66 миллионов леев во втором деле, по которому он проходит в качестве подозреваемого. Референдум по отставке Дарина Киртуака с должности примара столицы состоится 19 ноября. Замминистра финансов Марию Крауш отстранили от должности. Соответствующее решение принял сегодня кабинет министров по просьбе прокуроров. На прошлой неделе, напомню, Крауш и трех предпринимателей задержали по подозрению в попытке мошенничества некоторых публичных торгов. По словам прокуроров, после того, как правительство выделило 15 миллионов леев на покупку нового оборудования в больнице, Крауш пыталась убедить руководство больницы, что передача этих денег зависит исключительно от ее решения, а чтобы медучреждение смогло воспользоваться этой суммой, необходимо предоставить вознаграждение. В день своего задержания Мария Крауш заявила, что невиновна и взяток она никогда не брала. Должность главы на Центре по борьбе с коррупцией будет вакантна две недели. 25 октября истекает мандат Веорела Китрару, а парламент должен объявить о начале публичного конкурса. Вице-председатель парламентской профильной комиссии Тудор де Лио сообщил нашим журналистам, что вопрос об отборе кандидатов на эту должность пока не обсуждался. В течение двух недель Национальный центр по борьбе с коррупцией останется без руководителя. Парламентская юридическая комиссия пока не объявила о начале отборочного конкурса. Председатель комиссии, Раиса Аполский, нанажно внук не ответил, а Тудор де Лио нам сообщил, что вопрос пока еще не обсуждался. Верел Китрару отказался предоставить нам интервью. Глава Национального центра по борьбе с коррупцией в последнее время воздерживается от общения с прессой. Его назначили на пост главы НЦБК в 2012 году, решением парламента. Тогда же Китрару официально стал владельцем роскошного дома. Портал Зиарол Дегарда сообщал, что недвижимость была построена его тещей на участке, находившимся под арестом с 2004 года. Сам Китрару все обвинения о политическом характере своих действий отрисал. В 2015-м Верел Китрару попытался занизить значимость первого отчета американской компании КРОЛ. Тогда Китрару заявил, что отчет – сплошная билетристика, а ведомство, которое ООН возглавляет, владеет важной информацией о краже миллиарда из банковской системы. Директор НЦБК назначается парламентом на 5 лет, без возможности вновь возглавлять ведомство. В рамках проходящего в Сочи саммита глав государства СНГ президент Игорь Дадон обсудил со своим российским коллегой ситуацию в регионе. Это уже пятая в этом году встреча главы государства с президентом России. Игорь Дадон поблагодарил Владимира Путина за проявленное понимание в ответе на провокации молдавских властей. Глава молдавского государства высоко оценил важность миссии российских миротворцев на Днестре, а также пообещал заблокировать любые законодательные инициативы, которые могут навредить молодо-российским отношениям. На встрече глава государства поспешил поблагодарить Владимира Путина за открытие некоторых сегментов российского рынка для молдавской продукции. Президент России в свою очередь отметил, что принятые решения являются поддержкой усилий молдавской стороны для нормализации двусторонних отношений. И вопреки провокации правительства, парламентства большинства, то, что Российская Федерация очень взвешенно и мудро подошла к этим провокациям, это явные провокации были. Кто-то надеется, что будут какие-то более жесткие удары. Ну, ответ не то, что удар, ответ на беспредел, который делает молдавское правительство и по мигрантам, и по экспорту. Вы сейчас упомянули некоторые решения, которые были приняты в ходе или в результате наших с вами переговоров. Я должен прямо сказать, что это сделано не то, чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений. Игорь Дадон выразил уверенно, что следующий состав парламента будет действовать на благо интересам народа. И, более того, президент пообещал заблокировать любые законодательные инициативы, которые могут навредить молдороссийским отношениям. Дадон и Путин также обсудили проблему Приднестровского конфликта. Я хочу от имени молдавского народа сказать большое спасибо, потому что роль этой миротворческой операции в поддержании мира очень-очень высока. Со своей стороны будем все необходимое делать и для урегулирования Приднестровского конфликта. Ранее парламент утвердил декларацию, в которой потребовал вывести российские войска из Приднестровского региона. Премьер Павел Филипп обратился с просьбой включить этот вопрос в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН, чем вызвал критику российской стороны. Сегодня в Сочи прошли сразу два саммита – лидеров СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Выждал, когда хозяева уехали из страны и проник в дом средь бела дня. 33-летний уроженец Приднестровья ограбил жилье в районе Старой почты в столице. Грабителя задержали, ему светит до 4 лет тюрьмы. В дом грабитель вошел, разбив стеклопакет. Наживой вора стали деньги и бижутерия на 53 тысячи леев. Украденное нашли и вскоре правоохранители вернут все хозяину. Сам задержанный свою вину признал. Известно, что ранее он был осужден за аналогичные преступления в Приднестровском регионе. Голод и низкие температуры заставляют их искать себе ночлег. Десятки бездомных приходят каждый вечер в центр временного размещения, чтобы спастись от холода и получить медицинскую помощь. Сотрудники центра призывают граждан не быть безразличными и протянуть руку помощи этим людям. Из-за надвигающихся холодов, особенно в ночное время, десятки бездомных ютятся в центре временного размещения. Чтобы найти себе место для ночлега, бездомные занимают очередь в 7 вечера. Центр открывается на час позже. И все это время люди терпеливо ждут на улице, когда их пустят переночевать. Первым делом их осматривает врач. В центре для людей без определенного места жительства мы познакомились с Лучей. 11 лет женщина прожила в Москве. Там вышла замуж, работала ради семьи и детей. Вернувшись на родину, поняла, что никто ее не ждет. Сестра отобрала дома, дочь ничем помочь не может. Уже 10 лет Лучей пытается выжить на улице. Я отрежу к соцу, к копилушку, маму, и до камеры шею. А сейчас у меня спустя, мама, и к новому деда. Лучей учитель музыки в Москву пришлось уехать, чтобы заработать немного денег. Центр стал для Лучей семьей. Здесь она встречает теперь уже близких и знакомых людей. Читает Библию и верит, что однажды все изменится к лучшему. Василий тоже живет надеждой. Ему 64 года, детей нет, единственный брат отобрал дом. Василий пытался найти работу, но сказались болезни и возраст. Здесь бездомные могут получить медицинскую помощь и даже лекарства. Принять душ и главное укрыться от холода. Светлана врач работает в центре уже 13 лет и знает каждую историю постояльца. Чтобы скрасить пребывание в центре, администрация обустроила небольшую комнату отдыха с библиотекой и телевизором. Сегодня на улице, сегодня в фильме дисплей полиции, улица разбитых фонарей, сын, сын, короче, я могу ждать, сын, короче, я младший, ему спецею. Центр временного размещения рассчитан на 70 человек. Администрация призывает всех, кто неравнодушен к судьбе этих людей, помочь им с теплой одеждой и обувью. Каталонский лидер Карлос Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Однако пока она не вступает в действие. Пучдемон пообещал, что правительство выполнит взятые на себя обязательства и притворит в жизнь поддержанные избирателями на референдуме решения. После этого он предложил приостановить формальный процесс отделения от Испании, чтобы начать диалог с центральными властями. Предполагается, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу. По словам Пучдемона, каталонское правительство готово к диалогу с Мадридом на равной основе и без предварительных условий. Женериалитат призвал международное сообщество ИЭС быть свидетелями переговоров. В Мадриде заявили о недопустимости неявного объявления независимости, которое сделал Пучдемон. Кабинету у премьер-министра Рахоя предстоит решить, применять ли статью 155, которая временно лишит Каталонию автономии. А в Еврокомиссии дали понять, что если Каталония добьется независимости, то будет исключена из Евросоюза. Демократ Константин Суц уявился в апелляционную палату, где судьи рассматривали жалобу семьи Алексея Веретко, убитого в Аргиве в 2012 году. Первая инстанция оправдала Константин Суцу. Сегодня свидетели в суд не явились и заседание перенесли. Адвокат Иона Крокодила, который признал свою вину, с журналистами разговаривать отказался. Адвокат семьи убитого в Аргиве Алексея Веретко заявил, что заседание перенесли на ноябрь, потому что свидетели обвинения не явились в апелляционную палату. В апелляционную палату прибыл и демократ Константин Суцу, однако он предпочел воспользоваться служебным входом. Адвокат Ион Воздуага, который представляет интересы Иона Крокодила, отказался разговаривать с прессой. На сегодняшнем заседании присутствовали Ион Крокодил и Олег Прутьяну. Ранее Олега Прутьяну задержали по делу о торговле наркотиками. В прошлом году Ион Крокодил был осужден на 8 лет тюрьмы, а Олег Прутьяну и Константин Суцу были оправданы. Крокодил хоть и избежал тюрьмы, но опять попал в руки полиции. Сейчас его обвиняют в торговле наркотиками. Настала пора золотой осени. В эти дни в детских садах по традиции проходят ярмарки. В детсаду номер 182 дети устроили красочный спектакль. Посетители смогли насладиться яркими сувенирами и подделками из фруктов, овощей и листьев. Песни, стихи и танцы. Так в детском саду номер 182 встретили золотую осень. Осень разливается разными красками. Об этом дети рассказали в стихах и рисунках. Мы спросили малышей, как они понимают осень. Румаса, богата. Пенруаса, ты же ай прыгает к паренцам в ракомпозиции? Да. Че ай прыгает? У пингуин и у шоричел. Мне очень сильно плачет тона. На печать плачет? Потому что тона душе очень много фруктов и лягом. Падут листики, она нам много чего приносит. Фрукты, яблоки, овощи, арбузы. Че что можно за осенью ухаживать. Че самое большое душество у меня, потому что душество для меня, душество для меня. Душество для меня очень душе и очень вкусное. На третьей ночи, я купил морковь. Родители с гордостью наблюдали за своими детьми. Сыка птуре, ясно, маминици, лимпортные. Как мне кажется? Очень красиво. У нас вятел другие пропаганды, которые у нас присутствуют и для детей. Они у нас были не только interactивы, но и для детей. И детей были в веселые, это иное существо. Посудители готовились к ярмарке около месяца. Это очень красивое подарение. Парни и оцените, дети и все-таки λέмут, и они у нас и учатся. Парни и у вас готовы, потом и готовы, готовы, из материала, изнутри, из натуражи. У вас готовы, у нас готовы, у детей, из производителей, из зимы, фруктов. В сербаре есть традиции, но нет ни одного, ни одного, ни одного, ни одного. Подобные ярмарки ежегодно в октябре проходят в каждом детском саду. Извершение о спорте. Спортивный арбитражный суд в Лазань отклонил апелляцию Федерации Тэквондо Молдовы против Национального олимпийского и спортивного комитета. Федерация должна возместить Носк Молдовы судебной издержки по этому делу в размере 5000 швейцарских франков. Скандал, напомню, разразился в 2015-м. Носк исключил на неопределенный срок членства в своих рядах Молдовской Федерации Тэквондо. Поводом стали многочисленные жалобы спортсменов на то, что им чинили препятствие для участия в квалификационных турнирах к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Руководство Федерации обвинения отвергло и обратилось в спортивный арбитражный суд. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее не пропустите специальный выпуск «Ток-шоу «Политика». Ведущая Мариана Радса обсудит с гостями изменения избирательной системы и работу спецкомиссии над формированием избирательных округов. Но прежде моя коллега Виктория Хармелина расскажет о погоде на четверг, 12 октября. А я желаю вам всего доброго в окружении тех, кто вам дорог. Увидимся завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин